МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это канал Универ ТВ и я, Дарья Курмышкина. Сегодня в эфире. В КФУ начала работа 10-й ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов. Директор лицея имени Лобачевского КФУ стала победителем республиканского конкурса «Лучший директор школы-2019». В КФУ пройдет форум, посвященный 75-летию со дня открытия электронного промагнитного резонанса. Состоялось первое в новом учебном году соседание попечительского совета юридического факультета КФУ. В состав попечительского совета юридического факультета входят ведущие специалисты и управленцы Татарстана. Так, председателем совета является мэр Казани Ильсур Мечин. В зале диссертационного совета были обсуждены вопросы повышения качества обучения, а также утвержден план мероприятий и определение мер поддержки, которые попечительский совет может оказать в их организации. А мы переходим к другим новостям. КФУ поприветствовала гостей и участников десятой ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов. Обо всем подробнее расскажем в следующем сюжете. На базе Института управления экономики и финансов Казанского университета начала работу 10-я ежегодная научная ассамблея Ассоциации российских географов-обществоведов. Сегодня большое событие, собралась юбилейная десятая ассамблея обществоведов-географов. Прежде всего, это географы, которые преподают экономическую географию. У нас очень много гостей, именно преподавателей, которые преподают географию. И очень важно, что у нас присутствует и Институт географии Российской Академии Наук. То есть у нас очень такой сильный научный потенциал. Поэтому я думаю, что это будет интересно как студентам, так и нашим ученым пообщаться в дальнейшем нашей коллаборации и в развитии наших взаимоотношений. Мероприятие можно назвать крупнейшим в мире географической науки. Оно собрало 127 участников разных стран и регионов России. Традиционно задают вопрос, почему география, да? Почему география? И вдруг сейчас все заговорили о географии. Общество развивается. Открывать, в общем-то, уже нечего, да? Все открыли. Борьба идет, конкурентность между странами возрастает. Где найти ресурсы? Чем привлекательна территория, да? Вот почему к нам в Татарстане так много сейчас, да? Едут, приезжают. А потому что мы показали, что мы очень хорошие, гостеприимные люди, так? У нас интенсивно развивается и хозяйство, да, и межнациональные отношения. В рамках ассамблеи будет проведена международная научная конференция «Общественная география в меняющемся мире. Фундаментальные и прикладные исследования». Что очень приятно, то что, несмотря на то, что мероприятие, казалось бы, российского масштаба, потому что это в первую очередь проводится в рамках ассоциации географов общественных советов Российской Федерации, но оно вызвало, и год от года вызывает большой интерес у наших коллег-ученых со всего мира. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. В парламенте для предварительного обсуждения вопросов, вносимых в рассмотрение первого заседания Госсовета Республики Татарстан, шестого созыва состоялось первое заседание совещаний представителей депутатов, где принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. А мы продолжаем. О том, что еще нового и интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре. С 17 сентября в стенах Института международных отношений Казанского федерального университета состояла встреча председателя Геральдического совета при президенте Российской Федерации Георгия Виленбахова с директором Института Рамилем Хайруддиновым. В процессе переговоров было получено согласие главного геральдиста страны на чтение циклов лекций в рамках образовательных программ, реализуемых Институтом. Георгий Виленбахов выразил особый интерес к работе Института международных отношений Казанского федерального университета и высоко оценил ее качество. В завершение встречи была достигнута договоренность о совместном участии в предстоящем восьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме. А с 16 по 18 сентября на Тегенском университете Британии совместно с Казанским федеральным университетом сортовала молодежная школа UK Russia Genome Workshop 2019. За три дня работы школы конференции молодые ученые ознакомились с геномным центром DeepCQ и цифровым центром анализа данных Натегенского университета, а также представили свои работы в формате устных и постерных докладов. Мероприятие организовано в рамках программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета, предполагающей участие ведущих исследователей российского и британского вузов. В Татарстане завершился республиканский конкурс «Лучший директор школы 2019». Директора лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцина стала победителем конкурса. Целью конкурса является выявление и распространение опыта эффективного управления наиболее успешных руководителей общеобразовательных организаций. Директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцина стала победителем республиканского конкурса на соискание гранта «Лучший директор школы». Конкурс проводится в Республике Татарстан с 2012 года. Он организован, чтобы выявить и распространить опыт эффективного управления наиболее успешных руководителей общеобразовательных организаций, а также повысить эффективность работы директоров в школу республики. Конкурс проходил в несколько этапов на разных локациях. Сначала был дистанционный этап, заочный. Надо было представить эссе и презентацию опыта. Также надо было представить информацию о себе. А второй этап конкурса был очный. Надо было провести мастер-класс и показать своим коллегам, в чем директор разбирается лучше всего. Главной задачей конкурса являлось изучение и распространение опыта эффективного управления лучших руководителей общеобразовательных организаций, расположенных в Республике Татарстан. Елена Скобельцина представляла проект «Расти мучителя». Я представляла наш лицейский проект, который называется «Расти мучителя». Ребята объединяются в клуб и уже живут под эгидой, под лозунгом. Обучая других, обучаешься сам. И становятся тьютерами, наставниками, вожатыми для младших, более младших школьников, более младшего возраста. Победа в конкурсе является большой заслугой всего коллектива лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета. У нас работает в коллективе народные учители Республики Татарстан, четыре заслуженных учителя Республики Татарстан и два заслуженных учителя Российской Федерации. Таким образом, в нашем коллективе работают звездные учителя, которые объединены большой единой целью выращивать таланты. Всего участие в конкурсе приняли 36 директоров школ из разных городов и районов Татарстана. Напомним, что лицей имени Лобачевского вошел в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Эльвира Зорина, Александр Юдин, Универньюз. В Казанском федеральном университете отметят 75-летний со дня открытия электронного парамагнитного резонанса. Евгением Завольским. В честь этого будет проходить масштабный форум, где соберутся ведущие эксперты и специалисты со всего мира. Подробнее о программе форума расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В Казанском федеральном университете пройдет форум, посвященный 75-летию со дня открытия электронного парамагнитного резонанса. Такое открытие совершил Евгений Завольский в Казанском университете. Это открытие дает способ заглянуть в материю, как она устроена. Сравнительно дешевый способ. Границы применения магнитного резонанса только расширяются, то и есть потребность, чтобы люди, специалисты общались, обменивались идеями, обменивались результатами своих исследований. Форум пройдет с 23 по 27 сентября. В программу форума включено множество мероприятий. Первая – это международная конференция, посвященная 75-летию со дня открытия электронного парамагнитного резонанса. Вторая – это 21-я международная молодежная научная школа, актуальные проблемы магнитного резонанса и его приложений. Затем вручение международной премии имени Завойского и вручение казанской молодежной научной премии имени Завойского. Во время форума в Казанском федеральном университете соберутся более 150 человек. Это ведущие российские и зарубежные ученые, специалисты, а также студенты и аспиранты из разных стран мира. Метод магнитного резонанса сегодня находит широкое применение в физике, химии, биологии, медицине и археологии. Участники обсудят актуальные фундаментальные вопросы, а также новые прикладные направления развития этого метода исследования. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин